Уважаемые зрители, в понедельник, 7 апреля, в «Фокус онлайн» появился заголовок «Украина в распаде. Маскированные люди Путина стремятся к власти на Востоке». В западных СМИ говорится о подкрадывающемся вторжении России в Восточную Украину. Говорят, что путинские войска распространяют в таких городах, как Харьков и Донецк, страх и ужас. В Донецке и в Харькове пророссийские демонстранты захватили здания обл. администрации и подняли российские флаги на крышах. В Донецке создали Народный совет, который объявил о намерении провести референдум о присоединении к России. Массовые протесты в Восточной Украине начались после демократически нелегитимной смены власти в Киеве 22 февраля. Юго-восточные регионы Украины, в которых большая часть населения русские, не признают киевское правительство и взяли свое будущее в собственные руки. Для подавления этого движения военные подразделения из Киева перевели на восток страны. В том числе речь идет о подразделении наемников Академи в обмундировании украинского спецподразделения «Сокол». Академи – самое большое военное и охранное предприятие в США, которое стало известным под прежним названием «Блэк Уотер». Из источников Украинской службы безопасности стало известно, что военным подразделениям было дано задание максимально быстро и жестко подавить протесты. И так вновь приходится подтвердить искажение фактов средств своей массовой информации. То, что происходит в городах Восточной Украины – это выражение воли большинства населения, а не вторжения России. Это народ оказывает сопротивление правительству, которое не они избрали, и которое уже на Майдане однозначно доказало, в каком направлении оно идет. Уважаемые зрители, внимательно наблюдайте за происходящим и за сообщениями СМИ. Наша задача – распространять голос против и освещать развитие событий, о которых СМИ умалчают или которые сознательно искажают. Оставайтесь с нами и хорошего вам вечера. Продолжение следует...